Vampire The Masquerade Bloodlines получилась крайне забагованной. Настолько, что в первоначальной версии она была попросту непроходима. Разработчики выпустили всего один патч, который хоть и позволял пройти её, не исправлял даже основные ошибки, а о более мелких и говорить не приходится. И тут в дело вступили фанаты, которые вот уже на протяжении нескольких лет упорно исправляют игру. Однако часть мододелов захотела выйти за рамки изначальной версии и восстановить то, что разработчики планировали, но что в итоге не сумели воплотить в жизнь из зажатых сроков. О том, чего же удалось достичь модерскому сообществу, расскажет автор текста и по совместительству закадровый голос Вячеслав Иванов. И давайте же поскорее окунемся во вселенную мира тьмы. Для начала, чтобы вести вас в контекст рассказа, пройдемся по некоторым общим моментам игры, её пролога и мелким изменениям в нём. Начинаем мы, как и водится в РПГ, с выбора персонажа. В ассортименте у нас есть семь кланов. Бруха – идеалисты и бунтари, Гангрелы – дикари-одиночки, Малкавиане – сумасшедшие вампиры, Носферату – омерзительный внешним обликом, но довольно могущественный, Тороадоры – художники и мечтатели, Тремеры – маги крови и Вентру – представители высших слоёв общества. Геймплей за каждый из этих классов кардинально не отличается, за исключением Малкавиан, у которых все диалоги выглядят как бред сумасшедшего, хотя это только на первый взгляд, и Носферату, которые очень слабы в коммуникациях из-за своей внешности, вследствие чего вынуждены всё время прибегать к обходным путям прохождения. В частности, в городе им приходится перемещаться в канализации, ибо одним своим публичным присутствием уже нарушают маскарад, о котором ниже. Можно также выбрать пол, который в целом мало на что влияет, однако в паре мест всё же открывает альтернативные пути прохождения. Изначально разработчики планировали при создании персонажа дать возможность выбрать его биографию, что дало бы дополнительный бонус в развитии одних навыков, но могло ограничить максимальный уровень других. Выбрав клан и пол, самое время начинать и узнать, как же мы докатились до такой жизни. А всё очень просто, во время полового акта наш партнёр обращает нас с вампира, и тут стоит обратить внимание на укуса на шее, которые моментально заживают, видимо из-за быстрой регенерации, которую мы получили. Однако этих укусов нету в оригинале, их восстановили фанаты. А поскольку обращать людей вампиров без предварительного одобрения запрещено, нас тут же хватает и хотят публично казнить, в качестве примера для представителей других кланов. Однако находится среди них и сердобольные личности, что не согласны с приговором, поэтому убивают только нашего... полового партнёра. Стоит заметить, что сцена с отрезанием головы была восстановлена. В общем и целом, как итог этого суда, мы остаёмся в живых, хоть по отношению к вампирам это определение весьма относительно. Тут же на нас сваливается первое задание – встретиться с Меркурио в Санта-Монике. Выйдя из здания, мы встречаем некого Джека и получаем возможность пройти обучение, а также более подробно узнать, что же творится в мире игры. Если мы всё же примем его предложение, то сможем подробнее узнать почти о всех игровых механиках, вроде боевой системы, которая предполагает использование как огнестрела, так и оружия ближнего боя, местной магии, взлома замков и компьютеров и даже, о разумеется, до жути кривом, но всё же стелсе. В обучении, кстати, был установлен кусок, в котором нам рассказывают о различных вариантах взаимодействия в диалогах, что очень здорово, ибо неискушённому игроку понять, в чём же разница между соблазнением, запугиванием и убеждением довольно трудно, особенно если рассматривать этот фрагмент с позиции геймера тех лет. Ко всему прочему, у некоторых кланов есть ещё и особые способности. Например, вампиры из клана Вентру могут применить в разговоре доминирования, дабы убедить собеседника. А также стоит добавить, что клану Треймер была восстановлена способность доминирования первого уровня, что более соответствует канону настолки. Пройдя обучение, нас наконец упускают из коридорных локаций, нет ни на свет божий, а на простору вполне себе ночного Лос-Анджелеса 2000-х годов. Заявленный сеттинг раскрывается в полном объёме. Преступления, изнасилования, прелюбодеяния и блуд — лишь малая часть того, что нас окружает. Повсюду мы встречаем ночные клубы, в которых под безумную музыку презренные смертные или, как сказал бы, HK-47 «Мешки с мясом» прогоняют свои бренные тела через каждый из смертных грехов. Стриптиз-бары, секс-шопы, высотки с пентхаусами и огромное количество мест, похожих на реально существующие прототипы. Мир игры получился действительно живым и наполненный деталями, несмотря на то, что его открытость весьма условна. Проституция заполонила улицы, и за небольшую сумму ночные бабочки выполнят любые ваши желания. Бандиты так и ждут, чтобы вонзить нож вам под ребро, а бомжи повсюду просят милостыню и гласят о грядущем конце света. Ну а мы, в свою очередь, должны постараться ужиться с таким окружением, а также органично в него вписаться. Или, проще говоря, соблюдать маскарад. Особый свод правил для вампиров, придуманный для скрытой жизни среди людей. Необходимым является и поддерживание собственной человечности. Не следует косить налево и направо ни в чём не повинных жителей. Ведь если мы сделаем это, зверь, живущий внутри нас, вырвется наружу, и всё. Конец игре. Всё это приправлено огромным количеством островомного юмора, безумием, исходящим из персонажей, а также внушительного объёма диалогами, ради которых вы захотите загрузить раннее сохранение и перебройти момент снова, дабы узнать, к чему он мог привести, если принять слегка иные решения. И в отличие от маслодонтов, жанры, которые вышли примерно в те же года, таких как Fallout 2, Planescape, Torment и той же Arcanum of Steamworks and Magic Obscura от тех же тройка games, Bloodline сделала огромный шаг вперёд за счёт полного 3D, с видом как от первого, так и от третьего лица, а также огромным количеством озвученных диалогов. К слову, за картинку отвечал движок Source, как и в Half-Life 2. Из-за того, что издатель подгонял тройку выпустить Bloodlines вместе со второй Half-5, они не успели реализовать всё задуманное. Однако, в качестве отступа стоит помянуть, что и в Half-Life 2 хватает вырезанного контента, достойного целого ролика. Теперь же, когда вступление мы закончили, на седьмой минуте ролика, перейдём же к основной части игры и нашего рассказа о вырезанном контенте. Так как перед нами всё же экшн-рпг, то самое время вспомнить об орудиях убийствах братьев наших меньших, старших и одногодок. Оружие. Меч Шерифа. Про сам меч мало чего можно сказать. Разве что нельзя не отметить факт того, что он очень похож на Бластер Меч из Final Fantasy 7. А вот его владелец Шериф, персонаж гораздо интереснее. Сразиться с ним мы должны практически во всех концовках, кроме одной. И тут-то он и покажет нам Кузькину мать. Так кто же такой Шериф? Скорее всего, он Наглопер. Одна из разновидностей клана Цемисхи. И хотя поиграть за этот клан нельзя, и его представителя Андрея можно встретить по ходу прохождения. И мы обязательно вернёмся к его рассмотрению более подробно, ведь связан он с одной из вырезанных концовок. Остаётся вопрос как Ла Круа. Князь Камарильи в Лос-Анджелесе смог подчинить столь сильное существо. Если кто забыл, то Камарилья – одна из сект вампиров, суть которой в том, что все кровососущие должны поддерживать маскарад и не выдавать себя обычным людям. Их противниками является Шабаш – мрачная и кровожадная организация, которая считает, что люди просто скот и предназначены не более чем как для пропитания и развлечения. И Цемисхи являются её членами, что задаёт ещё больше вопросов, ответы на которые нам так и не дадут. Ведь Шериф за всю игру не сказал ни единого слова. Дыхание дракона. Всё самое интересное оружие, которое мы можем получить по ходу прохождения, мы покупаем у Меркурио. Дыхание дракона – не исключение, и поэтому ссориться, и уж тем более убивать его в начале прохождения нерационально. Если, конечно, вы не заядлый любитель ближнего боя. Дыхание дракона – это дробовик, который использует фосфорные боеприпасы, которые при выстреле воспламеняются и наносят огромный урон как людям, так и вампирам. Однако Женевская конвенция запрещает применение боеприпасов с белым фосфором, если они представляют угрозу гражданским лицам. Ведь помимо очевидного урона от огня, наступает отравление от вдыхания его паров. А уж применение таких боеприпасов в черте города приведёт просто к катастрофическим последствиям. Видимо, из-за этого его и не стали добавлять в игру. Однако США и Израиль не подписали её, поэтому эти чудовищные патроны нередко используют в военных конфликтах. Так что даже тут дыхание дракона смотрелось бы вполне органично. Тигриные когти Когти, пожалуй, не самое распространённое оружие ближнего боя. Согласитесь, что мечи или, к примеру, копья куда эффективнее. И при их использовании не надо подходить вплотную ко врагу. Однако это на поле боя. А вот при проведении скрытых операций когти раскрывают себя в совершенно другом свете. В реальном мире такое приспособление зовётся Сюко, и использовалось оно для обезоруживания врага. Применять такое орудие при прямом столкновении довольно глупо. Однако, когда на тебя сверху прыгает отряд нинси и разрубает такими когтями людей, это может оказать сильный психологический эффект. В игре же это просто довольно экзотическое оружие ближнего боя. Огненный арбалет Арбалет появился на свет вследствие того, что тетиву лука нужно держать натянутой, и хотелось бы её как-то закрепить. В игре же вырезали не простой, а огненный арбалет, который наносит дополнительный урон вампирам, которые не очень-то переносят огонь. Да и люди, честно говоря, тоже. Клинок Сингунта Довольно интересное оружие ближнего боя, описание которого гласит, что это массовый вариант катаны, однако это не совсем верно. Сингунта повторяет Тати, немного более длинную и изогнутую версию катаны, которую использовали во время боевых действий, в то время как катана носилась в мирное время. Сингунта применялся во время Второй мировой войны и был предназначен не столько для боев, сколько для поднятия боевого духа. Однако это же японцы, поэтому ходили легенды о том, как бравые офицеры шли на танки и убивали экипаж через смотровое отверстие, и если в это хоть как-то можно поверить, то в то, что этим клинком разрубали дуло пулеметов и автоматов, верится уже с трудом. Невозможности этого даже проверяли в 64 выпуске четвертого сезона Разрушителей легенд. Хотя им все-таки удалось не разрезать, а расколоть орудие, предварительно его нагрев, а потом остудив в воде и ударив по дулу. Но вероятность, что такое могло произойти на поле боя, смехотворно мала. Просто представьте себе, противник ведет огонь из пулемета, дуло раскалилось до красна, бравый офицер выхватывает Сингунта, бежит на пулемет, попутно достает флягу и выливает на орудие воду и со всей силы бьет по дулу. Да уж, сцена достойная болливудских блокбастеров. Снайперская винтовка М-24 Вампиры, безусловно, обладают нечеловеческими силами и бешеной регенерацией, что позволяет выжить даже в самой, казалось бы, сложной ситуации. Однако, они не бессмертны, и выстрел из винтовки калибра 7,62 мм в голову или сердце почти наверняка может оказаться для них смертельным. Да и использовать подобную винтовку вампиру будет затруднительно. Полиции явно не понравится увидеть такое орудие на улице ночью. К слову, даже в настолке, на основе которой сделана игра, геймастерам в целом не рекомендуется превращать вампиров в боевик. Что ж, со средствами вечного упокоения супостатов разобрались, теперь же посмотрим на то, каких локаций для этого самого упокоения нас лишили разработчики. Локации Публичная библиотека в Даунтауне. Библиотеку планировали сделать на основе реально существующей в Лос-Анджелесе. Но придав ей большей мрачности. Одного из разработчиков Тройки Геймс решили спросить насчёт этой локации. Он рассказал о том, что её разработка не входила даже в альфа-стадию. Были обсуждения, что с ней будет связан квест одного из основных персонажей Шабаша. А также были обсуждения насчёт того, чтобы поместить туда босса. Однако этот квест всё-таки удалось восстановить мододелом. Эта локация была одной из самых первых, которые восстановили, и она неоднократно претерпевала изменения. Однако сейчас ею можно насладиться во всём великолепии, ибо это действительно уникальное по красоте сооружение, напоминающее внешним видом египетское зодчество. Малкаминский лабиринт в особняке Граута. Особняк Граута, наверное, одна из моих самых нелюбимых локаций. Она, безусловно, красива и олицетворяет безумную натуру её владельца. Однако, менее унылая от этого она не становится, и очень жаль, что нет никакой возможности её пропустить. Однако, добавленный лабиринт заслуживает внимания, чтобы перетерпеть прохождение этого особняка. Наткнувшись на запертую дверь и взломав её, мы обнаружим перед собой лабиринт из дверей и коридоров, в котором Граунд испытывал своих подопечных. Особое внимание стоит сконцентрировать на голубой комнате, в котором можно увидеть не только искусственное солнце, но и ощутить его влияние на вампира. Короткий проход через канализацию. Носферату из-за своего родства должны перемещаться по локациям, используя канализацию. Однако, это очень скучно. В интервью Еврогеймеру насчёт возможности ремейка Bloodlines, которая датируется августом 2014 года, Леонид Боярский сказал, «Надеюсь, они сократят канализацию. Она бесконечна, к сожалению». Данный проход был сделан на основе всего одного единственного бета-скриншота и позволяет серьёзно сократить время её прохождения, а этого ой как не хватало. Атриум отеля Hollow Brook Атриум основан на реально существующем здании Брэдбери Билдинг, и судя по файлам, которые можно найти в игре, многое было готово. Ограждение, лестницы и многое другое. Однако, допилить всё это до конца попросту не успели. Брэдбери Билдинг является достопримечательностью Лос-Анджелеса, и внутри этого здания проходили съёмки многих фильмов, таких как «Бегущий по лезвию», «Волк» и «Смертельное оружие 4». Теперь же наконец-то перейдём к вырезанным сюжетным составляющим, а точнее к квестам. Разумеется, если для кого-то это не очевидно, сейчас будут спойлеры. «Ночь в библиотеке» Бекет – трёхсотлетний вампир, поддерживающий нейтралитет и изучающий историю создания тьмы, и, пожалуй, один из самых харизматичных персонажей игры. Он свяжется с нами по электронной почте и попросит найти его потерянного друга. В ходе этого квеста нам предстоит прервать таинственный ритуал, а также спасти Бекета и его приятеля. Стоит отметить, что финальный босс этого задания носит имя Ла Сомбра, что как бы явно намекает на его принадлежность к этому клану. Однако никакими способностями, присущими Ла Сомбре, он не обладает. Но давайте вспомним одного из самых известных вампиров из аниме – Алукарда из Healthing Ultimate. И попробуем гипотетически предположить, кем бы он был во вселенной Мира Тьмы. Он, скорее всего, принадлежал бы клану Ла Сомбра. Ведь именно их способность власть над тенью похожа на многие способности, которые он проявлял. Вспомнить хотя бы, когда Алукард превращается в чёрное пятно, а из его тела вырываются чёрные псы. Достигнуть такого эффекта можно именно благодаря дисциплине «Власть над тенью». Почему я об этом вспомнил? Да потому что я жить без аниме не могу. Ну так вот, идея восстановить вышеуказанный квест появилась у разработчиков мода после прочтения интервью одного из дизайнеров Bloodlines Брайана Митсодой. В котором он упомянул вырезанные здания и локации. Недолго думая, разработчики мода написали ему и попросили рассказать о квесте «Ночь в библиотеке» более подробно. Поиск наркотиков для трипа и поиск постеров. Если мы немного разговорим трипа-продавца в ломбарде, мы получим ещё один вырезанный квест, в котором предстоит проникнуть в больницу и выкрасть наркотики. Помимо этого было расширено задание от Гарри по поиску эротических постеров. Многие квесты были доработаны и приобрели альтернативные пути прохождения, что позволяет нередко избежать потасовки или сократить прохождение части локации. А если учесть, что некоторые из них затянуты, это очень здорово. Ну и возможность сосредоточиться на отыгрыше роли пацифиста безусловно радует. Ну а теперь перейдём к концовкам. Присоединение к Шабашу. Помните, мы упоминали цемисха Андрея. Именно он позволяет нам получить ещё одну концовку, которую удалось восстановить фанатам. При первой встрече с ним у вас должно быть меньше пяти очков человечности. Тогда появится возможность присоединиться к Шабашу. При второй встрече ничего особого делать не надо. Разве что не стоит говорить о том, что вы пришли его убить. Сделав такие простые вещи, мы получаем возможность узорить то, как мы и Андрей выкидываем саркофаг в море. Однако, в отличие от похожей концовки за Квейджин, к саркофагу нас не привязали. Танцующий волк. Это хоть и концовка, но серьёзно её назвать трудно. Для её получения нужного тела Лаки Стар на втором этаже много раз открывать входные двери. Причём считается только открытием. Сделать надо около десяти подходов. После этого проходим игру за анархов или за себя, и во время диалога с князьем выбираем реплику про оборотня. И можете любоваться этой вакханалией. Музыка. Отдельно добавлю, что было восстановлено порядка двадцати с лишним треков. За что стоит поблагодарить Рика Шафера. Композитору вампают за маскарейд Блад Лайнс. Мододелы связались с ним, и он поделился тем, что не вошло в финальную версию продукта. Благодаря этому даже в новых локациях играет новая музыка, а не повторяется уже имевшаяся на момент выхода. К примеру, композиция Ком Араунд проигрывается во время квеста Ночь в музее, о котором мы недавно рассказывали. Замечу, что бывшие разработчики не ставят палки в колёса, а всячески помогают, предоставляя бесценную информацию и делятся оставшимися наработками. Мододелы исправили огромное количество вещей, рассказать про которые в рамках одного видео попросту невозможно. Но мы постарались показать вам, какую работу они проделали, дабы столь великолепная игра не ушла в забытие, а продолжала жить в сердцах людей, в том виде, в котором задумывалась изначально. Спасибо всем тем, кто поддержал нас на Патреоне, и не ленитесь написать в комментариях, про что бы вы хотели увидеть в следующем выпуске. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...